Привет-привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня, как обычно, эксклюзивчик «Чумовая самоделка». Очень оригинальная конструкция и нужное назначение. И, как всегда, такого вы больше нигде не найдете. И все это своими руками из подручных материалов. Покопавшись в старых запчастях, нашел мертвый бензиновый четырехтактный движок. Запчасти от него. Часть их сегодня и пригодится. Сначала избавлюсь от всего лишнего. От большей шестерни отрежу ненужное. И от коленвала отпилю малую шестерню. В моей конструкции они будут работать в паре. Ребята, на минутку отвлеку вас от проекта. Вы знаете, я всегда за все новое, интересное и перспективное. А сейчас самое развивающееся в мире направление – это IT. IT окружает нас везде. От самоделок и умных гаджетов до производственного оборудования и нейросетей. Data Science – это анализ и обработка данных, включая все, что связано с нейросетями. Нейросети сейчас умеют управлять автомобилем, читать мысли и даже сажать марсоходы. Чтобы успевать за динамикой развития технологий и быть востребованным специалистом в будущем, могу порекомендовать пройти обучение Data Science в школе Skill Factory. В Skill Factory учебу можно совмещать с основной работой. Выбрать для себя удобное время. Главное – сдавать задания вовремя. Это очень удобный формат учебы. Ты можешь изучать материал в комфортном для себя темпе и обстановке. При этом в любой момент можно взять паузу, если, например, уезжаешь в отпуск. Каждому участнику приписан личный ментор, который будет помогать пройти путь в новую профессию. Ответит на все вопросы и сделает все, чтобы человек дошел до конца. На курсе вы научитесь мастерски программировать на Python. Создавать то, что называют искусственным интеллектом. Обучать нейронные сети. Анализировать данные. А самое главное – строить прогнозные модели, которые помогут бизнесу принимать верные решения. Прямо сейчас, переходи по ссылке в описании. Я договорился со Skill Factory, чтобы дать вам максимально возможную скидку в 45%. По промокоду ЖЕЛЕЗО. Поторопитесь. Продолжим. Решил для легкой обработки шестерней их отжечь немного. Не тут-то было. Но все по порядку. Я заподозрил, что шестерни не из стали, а имеют какой-то легкий сплав. Малая была посажена на горячую на коленвал и будет крепиться отрезком от этого вала. Вроде бы с малой все решилось и все в порядке. С большей оказалось все не так просто. Ее на валу надо как-то крепить, чтобы не проворачивалось. Маленькая будет в наглую приварена. Подготовил вал. Он из обычной шпильки. Просто сточил часть ее до кругляка. Дальше пойдет основа. Как бы сама станина. Все как всегда надежно и с запасиком. Как я люблю. Из листового железа. Два отверстия под оси валов. Будут напротив друг друга. И уже почти в самом конце сделаю отверстие в верхней части. Там уже буду смотреть по месту. Ну как будет удобней. Как обычно. Все должно быть аккуратно и красиво. Да просто так приятнее работать с материалом. Ну и конечно же в этом помогает мне всегда мой самодельный гриндорок. Из тещиного насоса. На малом приводном валу будет треугольник. Под патрон шурика. Конечно соосно сделать его весьма трудновато. Но это мелочи. Пока важна идея. Мы же тут не производство открываем все же. Как закрепить большую шестерень? Решение пришло самое простое. Я вварил отрезки старого сверла в обычную шайбу. Они просто будут вставляться в шестерню. И она будет зажата с двух сторон. А уже сама шайба будет приварена к валу. Так. Собираем все вместе. Все через проставочные шайбочки. Наружные будут приварены к валу с одной и с другой стороны. На обоих осях. И сами шестерни тоже будут закреплены к валу. Чтобы не приворачивались. Свариваю все в режиме холодной сварки. Мне пока так удобней. Там где будут значительные нагрузки. При сварке использую присадочный пруток. Тик как метод сварки. Просто волшебство. И чем больше я учусь варить. Тем больше мне нравится. Да что там говорить. Я просто кайфую. Решил сточить уголки немного. Ну так красивее. Да и вес будет поменьше. Редуктор с передаточным числом 3 к 1. После завершения, конечно же, все смажу. Таксик. Теперь следующая деталь. Квадратная труба двадцатка. По длине пока не понятно сколько отрезать. Но как оказалось потом, можно было бы немного и побольше отрезать. Но все хватило. Хоть и впритык. На одной из плоскостей будет прозись в качестве скользящей направляющей. Внутри по трубе будут двигаться две обычные муфты при помощи ведомого вала. Ну той длинной шпильки с резьбой, что на редукторе. Ограничительную шайбу на втором валу немного уменьшу в диаметре, чтобы входила в профиль свободно. На данном этапе основная деталь завершается креплением квадратной трубы на вторичный вал к станине. Да, маленький штрих. Чтобы было удобней, решил сделать рукоять. Отлично подошла от болгарки. Я почему-то ей вообще не пользуюсь. Установлю крепление под ручки в паре мест. Посмотрим, как будет удобней. И сделаю отверстие 18 мм, как и планировал в начале видео. А, ну и конечно же уголки. Куда же без них. Остается сделать небольшую деталь из трубы пятнашки. Я уже отмерил и напилил отрезки. Показывать, как я это делаю, не буду. Все-таки мы все в курсе, как это все происходит. Надеюсь. Осталось только сварить их между собой. Все получилось очень прочно и точно. А на один из концов трубы приварю огромную шайбу. Обыскал весь крепеж у себя. И вот, удача, одну нашел. О, как получилось. Классно, да? Ммм, красотища. Сейчас соединю обе детали вместе. И на этом заканчиваем. Конечно же, все в покраску, чтобы было все четенькое. И испытание. Так, для чего это приспособа? В скором времени будет отделка беседки жены. Или моей мастерской. Со всех сторон. Планирую отделывать ОСП-листами. А все швы от воды промазать силиконом. А швов там просто десятки метров. Правда, цены на материал взлетели чуть ли не на 300%. Что по себестоимости? Да она практически нулевая. Все из ненужных запчастей и обрезков металла. Конструкция получилась мощная. С очень высоким давлением на поршень тубы. Скорость надавливания также регулируется курком. Конструкция не длинная и весьма компактная. Что мной тоже преследовалось. Конечно же, есть еще что доработать. Можно заменить шурик, например, на отдельный движок. Но как всегда, тут важна сама идея. Ребята, если понравилось видео, самая большая благодарность для меня, это конечно же ваш палец вверх и коммент. Не забудьте про подписку с колокольчиком, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Все полезные ссылки, как всегда, в описании под видео. На канале есть еще очень много интересного, чего нет больше нигде. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok